Авария на шахте. По предварительной информации, на шахте произошел взрыв. Отец был на шахте во время взрыва. Да, его фамилия есть в списке пропавших везвести. Расскажите, что случилось там, в шахте. Нас напали. Что происходит? По какой причине введен карантин? Информации нет. Ну, когда-то же нас должны отпустить. Не уверен, что это когда-нибудь случится. Ну, что нам теперь делать? Вам нужно бежать. Все согласны? Что с моим сыном? Антон погиб. Я беременна. У нас с Антошкой будет ребенок. Поверьте, это все только к лучшему. Вам больше ничего не угрожает. Обращаемся ко всем жителям города. Карантин скоро будет снят. Генерал Петров готовит операцию масштабную. Сюда перекинут еще один полк солдат и техники. Значит, карантин снят не будет. Мы предлагаем вам бежать вместе с нами из города. Сегодня ночью. Генерал Петров на связи. Им помогает один из вашей верхушки. Сдавайтесь. Михаил Егорович, даем минуту на размышление. Не стрелять! Димаша! У нас нет выбора. Мы должны собрать всех людей, раздать все оружие и пойти на прорыв. Это значит лечь там. Мы хотя бы попытаемся. Они еще не реорганизовали оборону. Если они подтянут новые силы... Миш, ты знаешь, сколько тут людей. Большинство старики, женщины и дети. Из мужчин далеко не все бойцы. Их что теперь? Посылать на бойню? Антон погиб. Таня пропала. Сколько еще жертв? Ну что же нам делать? Подождите. Простите, что я... Да, может быть, нам просто сдаться? Ну, я не знаю. Принять их условия. Договориться, ну как-нибудь. Я почти нормализовал работу объекта. Я понимаю. Ситуация тяжелая. Было много стычек. Много людей погибло. Ну, были же в истории трагедии. Из самолетов сбивали с пассажирами по ошибке. Но из-за этого же не начинались войны? Никто никому не мстил? У нас другая ситуация. Мы должны попытаться прорваться. Прорваться? Вам легко говорить. Мне легко говорить. Мне легко говорить, сука. Но у меня друг погиб, и брат в морге лежит. Тише. Плохое, хорошее, другое дело. Но брат родной, ты понял? Тише. Сергей. Сергей не был плохим человеком. Он просто потерялся. Я против того, чтобы сдаваться. Но и против того, чтобы наступать. Ольга, это падает ситуацию. Это тупик. Все равно будет конец. Тот или этот. Но брат, прожить в этом кольце долго и счастливо не получится. Я знаю все варианты развития событий. И этого не может быть. Потому что это не может долго продолжаться. Потому что в этом нет смысла. Даже если бы здесь приземлилась НЛО, и пришельцы бы бегали повсюду. В этом нет смысла. У нас все гораздо хуже. Отец, расскажи. Хорошо. Скрывать что-либо уже бесполезно. Я скажу только один раз. Пожалуйста, поверьте каждому моему слову. И не спрашивайте меня, как. Я и сам не знаю. Сейчас 2013 год. Авария на шахте произошла 5 июня 2010 года. Не две недели назад, а три года и две недели. Мне удалось выбраться из города. Сюда успели войти и пожарная, и экипажи МЧС. Ольга и ее люди. Но на объекте начался необратимый процесс, который привел к аномалии. Аномалии? Да. И примерно через 10 часов Каменский исчез. Это когда потемнело туч, как без отмечения? Да. Запустились какие-то геомагнитные процессы. Такого не может быть. Как мог пропасть целый город? Где он был все эти три года? Вам лучше знать. Но, похоже, для вас это была одна секунда. Это невозможно. Что вы заладили? Невозможно, невозможно. Это так. У нас прошло мгновение, а за периметром прошло три года. Ольга, ты знаешь все протоколы действий. Теперь представь, что это такое. Это уже не иностранная разведка. Как пытались убедить Лешу. У меня была другая информация. Именно. захват объекта с целью государственного переворота. Это вполне возможно. А теперь представьте, что вдруг стало понятно, что объект как-то может перемещаться во времени. Пусть из-за этой дисфункции. Главное, что это возможно. и это на порядок важнее любого оружия. Да. За такое знание уничтожит и миллионник. Не то, что шахтерский городок. Мам, а где папа? Ему больно было тогда. Было, сынок. Но сейчас все хорошо. Он в больнице. Он скоро поправится? и вернется. Катюш, мне для соседей дойти надо. Пусть от тебя будет, если что. Кать, ты что сделала? Что? Рацию в холодильник положила. Я из-за простите, я соберусь. Тихо. Мозги отказывают, я соберусь. Все, все, успокойся. Тихо, тихо, успокойся. Пойдем, отойдем минуту. Пошли. Мам, нет, не уходи. Паша, я вот в соседней комнате буду. Нет, мам, не уходи. Идите во двор, я с ним побуду. Паша, мама с бабой Машей пойдут во двор, а мы с тобой у окошка посидим. Мы их видеть будем. Хорошо? Да. Да, ну все. Катюш, подержись. Я понимаю, что такое, когда маленький ребенок на тебе. Хотя нет, до конца не понимаю. Я всегда могла на Мишу рассчитывать. А ты одна. Я знаю, Сергей помогал тебе, но... Тихо, тихо, пожалуйста, ради Павлика, слышишь? Мне тоже очень больно. У меня сердце рвется. Но у меня двое детей. И я должна держаться ради них. Я должна... Я должна вам сказать. Я не могу. Вы должны знать. Пашка, Павлик, он... Леша. О, Боже. Он с Лешей? Думайте, что хотите. Я заслужила, наверное. Я не знаю. Может быть. Я не знаю, чей он сын. Так получилось. Может, и Леша. Леша уехал, он меня бросил. Я с ума сходила. Я места себе не находила. Не хотела отомстить. Я не знаю, что я хотела. А, тихо. Сережа. Сережа. Пожалуйста, простите. Я должна была кому-то сказать. Господи. Не говорите, Леша, пожалуйста. Я прошу, не надо. Я не знаю, почему не надо не говорить. Не, Боже, я никому не скажу. Для меня все равно, чей он сын. Это для тебя важно. они оба мои дети. В любом случае, я его бабушка. А ты мне, как дочка. Слышишь? Посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты мне, как дочь. Ты меня слышишь? Спасибо. Спасибо вам. Если бы не вы. Так. Сейчас успокойся, иди к сыну. Ему сейчас очень нужна мать. Слышишь? Прикрути, что сделала. Иди к сыну. Иди. Ром, Хром, я Гриф. Слышите меня? Прием. Хром, я Гриф. Слышите меня? Прием. Гриф, я Хром. Слышу тебя. Слава Богу, ты жива. Почему ты мне не сказал? Три года прошло. Три года. Почему ты ничего не сказал? Прости. Нас могли подслушать. Это похоронил меня. Я... У меня ребенок. Ему год. Прости. Прости. Я понимаю. У меня мало времени. Это шифрованная частота. Нас не прослушивают. Но могут узнать про сеанс связи и в следующий раз накрыть. Я больше не смогу выйти на связь. Это слишком опасно. Я должен предупредить вас. Говори, что... Запущен вариант Омега. Ты уверен? Омега? Сто процентов. Прости. Переброска дополнительных сил уже идет. Предупредить это все, что я могу. Оля. Оля. Прости. Прости. Я ничего не могу сделать. Ты и так очень много сделал. Прощай. Конец связи. Оставьте нас, пожалуйста. Колька Дмитриевна, мы... Это приказ. Мы изучали записи показаний приборов-то ночью. Это уже не важно. Если мы сможем понять... Вариант Омега. Откуда ты знаешь? Я знаю, это точно. Что такое... Вариант Омега? Нет, скажите. Весь этот ваш кодекс секретности уже ни к чему, поймите. Зачистка полная. От кого? От нас. Ото всех людей. Все жители Каменска исчезнут. Слишком велик риск. Как? Как они это сделают? Бронетехника, солдаты, спецназ, газ, стрелковое оружие. А почему не бомба, не ядерный удар? А... Это вариант Омега-2. И такой есть. Да. Но, во-первых, все пуски ядерных ракет регистрируются, вероятно, противникам. А, во-вторых, у них ничего не останется для изучения. А я не хочу так умирать. А что мы можем? Этот объект мог стать ключом к захвату власти. У нас в руках самое опасное оружие, которого еще не было и нет. И вы меня еще спрашиваете, что мы можем? Ну, это... Слушайте, это оружие применять нельзя. Будет столько жертв. А ты послушай меня, ученый. Все, что варится в твоей башке, вылетит из нее. Вся эта демократия, человеколюбие, мир о мире. Вместе с пулей, понятно? Поверь мне в это. Сейчас на базе координаты, которые нам известны, формируются ударные группы, подгоняется бронетехника, запускаются вертушки. И, может быть, в данный момент какой-нибудь боец заряжает патрон, вражок своего автомата, чтобы остановить сердце твоего сына? Ты меня хорошо понял? Но ведь все эти люди, все эти военные, они ни в чем не виноваты. А мы в чем виноваты? Ты во многом права, но мы не можем так. Вы не можете мне приказывать. Все. Больше вы и мне не командируй один из тех. Вывезти посторонних с объекта. Не советую. А вы присаживайтесь. Вы куда? Где мой сын? Журовлев где? А, так он где-то здесь. Отец! Ну что, как-нибудь? Где тут система громкого оповещения? Отсюда сигнал идет? Да, я все покажу. Слушай, я план разрабатывал, как нам оцепление прорвать. Это все уже не нужно. Узоренный свой план. Что со планом? Он ужасен. Ну, пожалуй, хоть небольшие шансы, но у нас все-таки есть. Нужно сообщить людям, чтобы они нашли укрытие. Укрытие от чего? От взрывной волны. Ну, что, бомбить собираются? Не нас, а мы. Зорина со своими бойцами закрылась на объекте. Помешать им уже невозможно. Она применит оружие. Даже полгорода, может. Ты сможешь заняться здесь сбором людей и координацией? Конечно. Давай, я домой за нашим. Хорошо. Лейтенант, где тут пункт гражданской обороны? Там. Пойдем покажешь. Внимание! Жители города! Объявляется предупреждение. Возможно, поражение близлежащих городу объектов мощным взрывом. Сила взрыва будет сопоставила сиядерным. Возможно, сейсмическая вибрация и сильная взрывная волна. Всем надлежит собраться и укрыться в крепленных бетоном подвалах крупных зданий. Катя, не оставайтесь в своих домах. Мам, Лен, Кать! Давайте быстренько собирайте. А что случилось? Быстрее собирайте. Берите самое необходимое. Едем в здание ОВД. Там крепкий подвал и для нас есть места. А папа? Папа будет ждать нас там. Давайте, хороший мой, быстренько. Катенька, давай, давай, собирай. Бери. У меня ничего нет. Пашка, обувь. Скорее, скорее. А где папа? Папа, он... Ты знаешь, он будет скрываться в другом подвале. А когда все закончится, он тебе приедет, хорошо? Не волнуйся. Давай, пошли. Пошли, вот. Кать, подожди меня здесь. Я без мамы не пойду. Пашка, ну сейчас так нужно, ну потерпи. Леш, ну он маленький совсем, не понимает. Да все он понимает. Он храбрый парень, как его папка. Ты же посидишь в машине один? Леш, когда все это кончится, я с ума схожу. Я думаю, что сегодня все закончится. Я не буду тебе всего объяснять, но та база, где нас держали, она сегодня превратится в пар. И военные, которые охраняют периметр, думаю, будут уничтожены. В пар? А что произойдет? Да я сам толком не понимаю. Ну, в общем, у них там начнется полный хаос. Дороги будут свободны. И все жители города рванут кто куда. Ну, а как? Ну, когда мы выйдем, что будет потом? Как, куда, деньги, где жить? Три года прошло, нас разве не будут искать? Идите в машину быстрее. Мам, давай сумку. Садитесь. Да, ты права. Скорее всего, всех попытаются переловить и уничтожить. И будут замалчивать дальше. А тот маленький процент, которым удастся убежать и скрыться, всю жизнь будут бояться и молчать. И нам нужно оказаться среди этих процентов. Я хочу проснуться от всего этого. Мы все погибнем, да? Нам не выжить, Леша. А? Я не могу этого допустить. Я умру, если надо. Но вы будете жить. Леша. Почему ты уехал тогда? Более причин. Почему ты не взял меня с собой? Ты не любил меня, да? А почему ты не сказал мне об этом? Тебе больно было бы об этом услышать. Ты это решил за меня, да? Немного нечестно тебе не кажется. Леша, скажи, а сейчас что-то изменилось? Изменилось. Пашка. А при чем здесь Пашка? Кать, скажи мне, чей он сын? Я просто чувствую, что... Леша, по отношению ко мне что-то изменилось? Кать, чей он сын? Мой ответ что-то изменит. Нет. Я хотел узнать не для этого. Если он мой сын, запомни. Никогда ему об этом не говори. Никогда. Серега, может быть, был плохим человеком. Не мне судить. Но он был хорошим отцом. И парень заслуживает отца, который его и его маму защитил с собой от пуль. А еще он любил тебя. Я знаю Серегу и... вижу тебя. Может быть, он никогда нормально тебе об этом не сказал. Я скажу это за него. Это будет правильно. Спасибо, Леша. Хочешь, чтобы я был рядом? Нам нужно спешить. Поехали. Точное расположение лагеря здесь. Ага, отмечай. Я уже отметил. Хотя нет. Надо сдвинуться на километр вправо. Километр ничего не значит. Все будет уничтожено. Дим, передай нашим и ментам, что после взрыва мы должны атаковать блокпост на мосту. Если сами не разбегутся. Есть. А потом? Что потом? Потом прорвемся и разбежимся. Многих поймают, но не всех. Но... Хватит мне уже этих нос! Замолчи! Мы должны принимать решения в любых ситуациях. И если нету пути к победе, то мы найдем тот путь, на котором смерть будет стоять максимально далеко. Что ты на меня так смотришь? Да, ты правильно услышал. Если мы уничтожим весь этот лагерь со всеми вместе, и это даст мне возможность прожить хотя бы на год или на неделю, даже на день больше, то я сделаю это. Мы сделаем это. Это в человеческой природе бороться за свою жизнь. А я человек. Запускай. Нет. Я не такой, как вы. Может быть, вам это покажется противоестественным, но я не могу уничтожить тысячи ради того, чтобы прожить лишний месяц. Ты хороший. Доронин, ты очень хороший. Но в данных обстоятельствах это делает тебя плохим. Делай, что я сказала. Нет. И вы не убьете меня. Потому что все равно, кроме меня, никто этого не сделает. Ты прав. Не убью. А! Я все равно ничего делать не буду. либерал. Приведите сюда его сына. А его нет дома. Он спрятан в надежном месте. Ты ошибаешься, он у нас. Выполнять! Есть! Подождите. Отставить. Есть, отставить. Я сделаю. Я сделаю. Товарищ генерал. Да. Порты прибыли. Черт, сколько их тут? Авиаполк, что ли? Три Ка-52-х, три Ми-28-х. С полным обвесом. Готовьте технику, солдат. Через полчаса начинаем. Выполняйте. Есть. Ну что, как ты? Да я вышла вот вместе со всеми посмотреть. Да нет, ну, вообще как-то. Ну, что тебе сказать? Лучше всех. Леша. Скажи, а у тебя есть какой-то план? Ну, если мы все-таки выжимы? Есть. Он тебе не понравится, но он единственный верный. Нам нужно уйти в лесной массив. В лес? Да, как можно дальше уехать на машине, бросить ее, запастись оружием, едой, медикаментами. Главное, оружие и медикаменты. Еду мы всегда сможем раздобыть. Ну, как в лес? Как? Уйти как можно дальше, в лесную чащу. Там, где никто не ходит, от чужих глаз, ушей, где не ловят сотовые. И там отсидеться. Отсидеться сколько? Месяц? Я думаю, год. Год? Год, а иначе не имеет смысла. Они нас всех переловят. А, ну, а зима? А как жить? Мы с отцом обучены жевать в экстремальных условиях. Построим какое-нибудь временное жилье. Ну, а что, в тайге люди живут всю жизнь без электричества, без газа. И мы проживем. Иначе никак. Иначе никак. Такая история, они и через год будут нас искать. Нужно, чтобы все устаканилось, улеглось. Чтобы все позабылось. Я думаю, через год будет легче. Ну, Леш, нас же много. А, а Пашка? Нет, а школа? Как вообще жить-то? Кать, какая школа? Что лучше? Отсидеться в лесу год. И чтобы нас сразу уничтожили. Ну, да, да, ты прав. Надо повернуть одновременно. Интервал не более полусекунды. Я все знаю. Вы знаете. Вы знаете, что ядро объекта еще нестабильна. И такой мощный выброс энергии может вызвать побочные явления, которые могут стать катастрофическими. Например? Сейсмо-активность, электромагнетизм. Ну, все те катаклизмы, что были, может быть, даже хуже. Или еще что. Но все же я рискну. На счет три. Один. Считаю я. Один. Два. Три. Что это? Пошел в процесс. Пошел в процесс. Смирно. Все готовы. Так точно, товарищ генерал. Выдвигаемся. Есть. Командиры отделений. Приготовиться к погрузке. По машинам. На машину первого, Андрей. Андрей, пошли. Пошли. Что за черт? Уходимся в Буговелюще. Быстро. Варьба, Настя, пашку возьмите. Поводи всех, поводи всех. Павлика возьмите. Леша. Катя, уходи. Леша. Поведи. Да. Типа. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы не испытывали его на такой мощности. А что с ним? Он вышел из-под контроля. И может разрушиться. Но это уже не важно. Мы уходим. Бойцы, уходим. Времени мало. Даронин, идемте. У вашего сына мы и возьмем с собой. Я остаюсь. Я же не могу все это так бросить. Тут ядро. Тут отработанное топливо. Если какая-то аномалия это разрушит... Каждый сам выбирает свою судьбу. Выдвигаемся. С местными договорились встретиться на центральной площади. Отлично. Поехали. Товарищ капитан, может быть, они хотели ударить по городу и промахнулись? Да что ты несешь, боец? Ядерные ракеты попадают с точностью до трех метров. Да что же это такое? Товарищ капитан, связи ни с кем нет. Нас волнуй не накроет. Мы не можем оставить пост. Мы должны понять ситуацию. РБГ! Товарищ капитан, связи ни с кем нет. Товарищ капитан, связи ни с кем нет. Поднимите их! Веди сюда! Вы меня слышите? Слышите меня? Да, слышу! Сколько еще людей на точках по периметру? Здесь все. Все, кто остался после взрыва. Что-то маловатого. Все усиления сняли. Всех перевели на войсковую операцию. Да нет, скорее всего так и есть. Что делать? Что людям объявлять? Путь свободен. Полная эвакуация. А дальше каждый сам за себя, так? Да, все верно. Лица молнии Топас из Орион. Кто слышит, ответьте, прием. Рацию давай сюда! Кто из вас радист? Я. Какой позывной? Топас. Отвечать! Живо давай! Орион, это Топас. Какова ситуация? Что происходит? Назовите ваш идентификационный номер. 43, 57, 11. Какова ситуация? Что происходит? Почему нет связи ни с кем? Информации нет. Топас, внимание. Запущен вариант Омега-2. У вас 30 минут, чтобы покинуть зону поражения. Конец связи. Это что значит? Ядерный удар. Уходим! Быстро! Пора себя повезти всех! Куда уходим? Никто не успеет даже до моста доехать. Шансы все равно есть, а нам пора уходить. Бойцы, за мной! Вперед! Леха, давай наших вытащим. Там у меня мать. Попробуем. Быстрее! Внимание! Через 30 минут, пока не будет нанесен ядерный удар, все немедленно покинуть поражения. Пап, прием! Это Леша, пап! Здесь паника. Леша, уходить бесполезно. Я знаю, времени не хватит. Да, поэтому надо укрыться. От такого не укроешься. Объект! Поезжайте на объект, он, наверное, вообще пустой. Да, если получится, приходите к вам, с тобой, кроме наших. Внимание! Через 35 минут, пока не будет нанесен ядерный удар, Леша, уже никого нет. Да, я понял. Вам минут 15 ехать, а мне побольше. Давайте быстрее, потому что у нас всего полчаса. Машину, быстро! Быстрее! Я б медленно покинул поражения. Бедленно покинул порв. Заходи. А здесь безопасно? Теоретически. Объект выдерживает ядерную бомбардировку. Не знаю, какой нужен заряд, чтобы его уничтожить. А если он не... Не бойся, они этого не сделают. Почему? Их цель не объект, а город. Наш город. Назовите номер и имя. 8496. Журавлев. Личность подтверждена. Федор Алексеевич, вы что здесь делаете? Объект разрушается. Что? Слишком большой выброс энергии был. У вас кровь. Давайте я вам помогу. Вы же. Иди сюда. Тут... А у вас тут пуля. Снимите обувь. Не сейчас. Спасибо, милая. Потом вы должны мне помочь. А вы как здесь? Омега-2. Что? Сюда летит ракета. Этот объект единственная украсив, которая выдержит. Идемте. Помогу. Паша. Сколько до удара? Осталось минут 10. Ядро. Я боюсь, что не выдержит ядро объекта. Еще одно такое внешнее воздействие может вызвать чудовищную аномалью. И тогда произойдет катастрофа. Что мы можем сделать? Я не знаю. Можно попытаться взорвать объект изнутри. Нужно уничтожить ядро. Здесь есть взрывчатка в оружейной комнате. Я знаю, где это. У меня есть коды. Ядро. Что такое ядро? Ядро это то, что я создал. То, что генерирует энергию на расстоянии. У меня был маленький прототип. Да, да, да. Я очень хорошо его помню. Отец, ты знаешь, где это? Знаю. Что, нужно просто взорвать? Да, уничтожить можно небольшой взорвать. Леша. Все будет хорошо. Детонаторы. Торотил. Убери. Умеешь? Да. Пошли. Пошли. Давай по одной шашке по углам и две в центре. Этого хватит. Папа, уходи, я сам справлюсь. Ты говоришь, что делался, я помогу. Пап, ты сейчас будешь только мешать. А потом, если что-то случится, кто с ними останется? Давай, иди. Ты же не умеешь ставить заряды, я умею. Иди, я справлюсь. Жду тебя в лаборатории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чёрт, кажется, понесла. Андрюх, ты как? Вы кто? Ты кто? Где Андрей? Что ты здесь делаешь? Какой Андрей? Так, вы были с Дородиной. Где он? Что происходит? Чёрт, это один из них. Стоять! Стоять! Ну-ка, быстро сказали мне, кто вы, что происходит? Мы работаем здесь. Ты в ядре секретной лаборатории. На нас напали, что-то взорвали, было землетрясение. Реактор заглушился, видимо. Выход наверх завалило только что. Что? Стреляют. Там какие-то люди в масках. Ты с ними? Нет! Откуда же ты здесь делся? Как откуда? Подождите, был карантин, был ураган, были туманы. Весь этот ад, да вы что? Какой карантин? Я ничего не понимаю. Каменск, две недели был на карантине. Ни въехать, ни выехать. Да ты чего? Я же только вчера из райцентра вернулся. Подождите, сейчас какой день? Вторник? Да. Год, число. Что? Пятое июня 2010-го. Вперёд, быстро! Вперёд! Быстро, вводи свой код. Поднимаемся на шахту, наверх. Нельзя, там уже стреляют. Быстро, я сказал! Ксения! Знаешь, где старая штольня? Что? Можно пройти по коридорам обхода. Ну да, конечно, можно. Этих так обойдут. Что? Знаешь, как пройти? Примерно. Но старая штольня завалена. Сейчас нет. Пошли! Кто это? Наёмники. Пошли! Быстро! Вот сюда налево. Вот чёрт, они проход прорезали. Давай, иди быстрее, пока не обвалилось всё. Стоять! Тихо, тихо, мы свои. Нас Брагин послал. Почему не сообщил? Он нас внедрил, чтобы мы помогли сделать диверсию. И сообщили, чтобы слива не было информации. Всё-всё-всё, успокойся, мы уходим. Что? Ничего, уходим. Куда? Домой к тебе. Что? Вот и учёный. Скажи, путешествие во времени возможно? Что? Просто ответь! Нет. Ошибаешься. Ошибаешься. Ты Trading. Да Bl consigп Rod. Один бrin жякал. Нап włos blue Чтобы добрыгать. Увидимся.